Итак, продолжаем. То есть у нас получается, вот последний вопрос был, который мы где-то потеряли по дороге. Шу-пуэры пытались сделать во многих. Ну, я так понимаю, до сих пор, наверное, делают, да? Пытаются, пытаются, но делают. Ну, это не шу-пуэры, это то, что в Китае называется хэйча. То есть буквально, если переводить с китайского, черный чай. И если уточнять, это чай, чайные листья которого прошли влажные тердования. Вот это вот водуэй. То есть состаривание. Это делают. Да, более того, я бы сказал, что технология пуэра сама была придумана не на пустом месте. Иногда думают, вот в 70-е годы, в начале 70-х годов пришли какие-то талантливые, революционно настроенные технологи, взяли на пустом месте, придумали шу-пуэр. Нет, в основу была взята технология чая из других провинций. Вот соседняя провинция Гуанси. Там делается неплохой черный чай Любао. Делается с минской эпохи, с 16 века. Возможно, именно Любао положили в основу шу-пуэра. Кто-то говорит, что люанский чай из провинции Аньхуэй. То есть там разные взгляды, какой портотип был использован для создания технологии шу-пуэра. А вот такая популярность, известность именно шу-пуэра, который далеко перекрывает все остальные черные чаи в Китае, связана с тем, что это необыкновенная провинция, необыкновенное сырье. И именно там удалось получить особый вкус запоминающийся. Я пробовал другие черные чаи китайские. Ну, возможно, со временем в нашей коллекции они тоже появятся, какие-то лучшие представители. Но вдруг и по качеству впечатления эмоционального от чая природа, технология, который прославил именно вот эту тему черного чая. Понятно. Что же такого технологии? Мы пытались, насколько я понимаю, на других заводах, в других провинциях делать тот же шу-пуэр. То есть, в принципе, берут тот же лист, да, с тех же деревьев, возят, пытаются делать. И все равно, в конце концов, на дегустацию, по всем показателям. Ну, здесь именно мы говорим о примате сырья. Если говорить непосредственно у провинциона, самыми лучшими считается мэнхайский шу-пуэр, потому что, которая есть в округе Мэнхай, в Сишань, Баннею, Юнань, она очень хорошо подходит для заквашивания чая, для создания вот этой чайной кучи. Ну, в других районах Юнань, я думаю, вода по-своему тоже не хуже, просто там стилистически другой вкус дается. То есть, мэнхайский шу, он пряный, островатый, глубокий, такой приятно влажный. Это во многом связано с водой, с особенностями ее. Профессионалы дают предпочтение все равно ему. Да, среди прочих шу-пуэров, мэнхайскому шу-пуэру, когда-то, вот до 2004 года, пока не был приватизирован завод ДАИ, в великой пользу его название, да, переводится с китайского, этот завод считался лучшим производителем шу-пуэра. После 2004 года пошел рост большой и маленьких компаний, и технологи, которые влажной ферментацией занимались на этом заводе, они разошлись по различным частным заказам, по мелким производителям. И, как говорят, вот эту важнейшую процедуру стали делать уже не так хорошо. То есть, ДАИ, там, до 2004 года, и сейчас... Ценится выше. Вопрос, где найти, да? Ну да, потому что чая становится все меньше и меньше старого. Кстати, тоже интересный вопрос. Насколько имеет смысл выдержать шу-пуэр? Ведь шу, вот этот иероглиф, он переводится как готовый чай. То есть, некая есть в этом законченность, закругленность. Но это все тоже не совсем так. То есть, китайцы, они не вкладывают таких точных формулировок, как мы. Вот то, что они называют в чае, вообще в чайные названия. Поэтому шу, вот я, например, когда на русский язык перевожу, я скорее перевожу как приготовленный чай. То есть, чай или со старин. То есть, чай, который в результате технологии приобрел за короткое время некое качество более старого чая. Но не все. Во-первых, только что приготовленный шу-пуэр, он считается неполезным для здоровья. Слишком сильный аромат скирды у него, вот это первичная технология. Потому что сама по себе эта технология довольно ароматная, мягко говоря, скажем. Чай сложен в кучи. Там процесс чем-то похожий на то, что происходит с силосом у нас. Причем высокие такие кучи. Там температура внутри повышается, чай там весь взбудоражен, меняется. И очень ароматный. И аромат не самый такой приятный. А для того, чтобы он стал приятным, нужно пройти после базовой технологии.